Ну, ребята, еще раз всем привет, рада всех видеть. Сегодня у нас, на самом деле, очень необычное мероприятие, да, не свойственное нам, но мы решили попробовать, главное, решили попробовать его сделать с вами вместе. У нас сегодня, я думаю, очень важная для многих тема. Наверняка многие из вас уже что-то слышали, да, о знаменитом треугольнике Карпмана. За нашим круглым столом вместе с HR-ами, да, будут рассуждать на нашу тему приглашенные гости, а именно Анастасия Кущ, Дмитрий Калинин, Надежда Лощина и Стас Милецкий. Также, если кто-то захочет что-то сказать по нашей теме, то поднимайте ручки и смело говорите ваши мысли. Сегодня наш метап разделен на три части. Теория, где мы обсудим исторические корни данной концепции, вспомним роли, которые присутствуют в треугольнике. Вторая часть будет посвящена нашей дискуссии, и в третьей, в заключительной части, мы с вами подведем итоги нашей встречи. Хочется также сказать про то, что с нашими приглашенными гостями мы в свободном микрофоне будем обсуждать все тезисы, которые вы увидите на экране. Иными словами они смогут открыто обсуждать без поднятия руки какую-то тему. Но если кто-то захочет что-то добавить, то поднимаем ручку, и Лера, либо я обязательно дадим вам слово. Конечно, важно не перебивать друг друга, потому что тема живая, интересная, животрепещущая и волнующая каждого из нас. Вот. Мы все так или иначе сталкивались с данной темой, и переживали ее, и пытались справиться с той или иной проблемой в рамках этой темы. Мы будем терпимы друг к другу, и будем слушать друг друга, а также уважительно относиться к мнению и опыту, кто находится за нашим кругом столом. Ну, конечно, сначала хотелось бы немножко поговорить с вами. Вообще, кто что слышал или знает о треугольнике Картмана? Есть ли что-то? Я бы готова поделиться. Треугольник Картмана – это самая распространенная, типовая, ну, не проблема, а ситуация, кейс, в который попадают люди. Она может быть как в личных отношениях, рабочих, социальных, можно оказаться нападающим, и когда ты расплачиваешься за проезд в метро или в автобусе, или, например, когда ты спасаешь своего близкого от пагубных привычек. Это то же самое будет в треугольнике Картмана. Он повсюду. Да, действительно, очень верно подмечено. А напишите, пожалуйста, плюсики все те, кто когда-либо что-то слышал о треугольнике Картмана. Прямо сейчас в чатик можно закинуть пыль. Вижу активность, плюсиков много. Ну, конечно, безусловно, есть вероятность того, что и многие не слышали про это. Но мы обязательно постараемся вас погрузить в эту тему, а главное вывести на горячую дискуссию. Вот, Лер, передаю слово тебе. Расскажи же нам, что такое треугольник Картмана и из чего он состоит. Да, Настя, конечно, безусловно, права, что это такая достаточно распространенная теория, это можно так сказать, которая везде повсюду с нами. Ну, так, немножечко исторической справочки вносим. Вообще, треугольник Картмана или драматический треугольник, как его еще называют, был впервые описан, понятно, Картманом в 1960-х годах, так как давно это было и как сильно это влияет на нас до сих пор. Это такая модель дисфункциональных социальных взаимодействий, которая ирестрирует нам игру власти, в которой участвуют три роли. Это жертва, спасатель и преследователь. Ну, еще преследователя можно назвать тираном, агрессором, везде пишут по-разному, но смысл один и тот же. Здесь каждая роль представляет собой обычную и неэффективную реакцию на конфликт. Важно отметить, что человек принимает ту или иную роль в одной обстановке, например, на работе, и это не означает, что он будет играть ту же роль, например, в семье. Ну, мы все меняем эти роли в зависимости от ситуации, в зависимости от людей, с которыми мы общаемся. И давайте вообще посмотрим на этот треугольник и вспомним, какие же там именно были роли. Первая роль – это, мы говорим про спасателя, он часто выступает таким человеком, который решает проблемы, помогает здесь, ну, он или она чувствует себя ответственным за спасение других людей от проблем и каких-то несчастьй. Спасатели обычно предлагают свою помощь, советы, какие-то решения, нередко даже не дожидаясь, чтобы их об этом попросили. То есть у них немножечко навязчиво это делать, даже немножечко, можно сказать. Однако с течением времени их помощь может превратиться и во вмешательство, некоторый контроль, гиперопеку, что достаточно негативно влияет на самостоятельность и самооценку других людей. Преследователь, агрессор или там критик, тиран, да, написала Алена в чате. Это такая роль, в которой человек критикует и обвиняет других, демонстрируя свою враждебность и недовольство. Очень открыто и достаточно эмоционально. Преследователи ощущают себя властными, могущественными, используя свою позицию для подавления и внесения других людей. Однако их агрессивное поведение может вызывать страх и уязвимость у жертв, а также усугублять конфликты и негативные эмоции. Жертва же часто представляет себя в такой безвыходной ситуации, ожидая, что другие люди будут ее спасать и решать ее проблемы. Она испытывает чувство бессилия, недостаточности и неспособности самостоятельно справляться с трудностями. И жертва же поддерживает динамику треугольника, привлекая спасателей и преследователей, которые будут удовлетворять ее потребности, помощи и подтверждения. На данном слайде мы видим еще раз характеристики. И в целом можно с ними ознакомиться. У нас все здесь примерно то же самое, что я до этого сказала. Естественно, у спасателя это особенность такая. Они зачастую помогают людям, пытаются помочь. Не из-за того, что они очень эмпатичны и у них такое большое желание помогать. Нет, зачастую они свои какие-то неуверенности, свои недовольства таким образом тоже выражают на людях, как и это делают преследователи. Но преследователи делают это более агрессивно. Они очень зачастую свою именно неспособность в чем-то отражают на жертвах. Жертва у нас такая главная звездочка, и к ней будет все привязано, естественно, дальше, о чем мы будем говорить. Но тем не менее преследователи зачастую даже говорят о том, что они подвергались абьюзу в детстве. И действительно были проведены некоторые исследования, такие интересные исследования. Конечно, больше на различных деструктивных личностях, таких как манеки, насильники и убийцы. И в большинстве случаев именно абьюз в детстве, наши любимые прекрасные слова, которые мы часто сейчас используем, это шейминг, буллинг, которые мы часто слышим, вот с ними обычно в детстве это происходило. Обычно. Мы говорим обычно, не всегда. Естественно, есть некоторые погрешности, как и везде, но вот такое небольшое исследование и есть. И жертвы, они не способны вообще делать ничего, они чувствуют себя постоянно беспомощной, и любое решение проблем их откидывает в чувство, что, ой, да я никогда с этим не справлюсь, я такой слабый, я такой беззащитный, пожалуйста, защитите меня. Данечка, продолжай, пожалуйста. Да, но хотелось бы с вами обговорить важную деталь. Ну, вообще жертва не такая беспомощная, какой ей у нас вообще в принципе кажется. То есть она себя постоянно ощущает беспомощной, но это никаким образом не подтверждается. Вот, конечно же, спаситель, да, спасатель, он по факту на самом деле никому не помогает, ни себе, ни другим. Ну и, конечно же, наших преследователей, у него по факту нет никаких реальных, каких-то оправданий, из-за чего он это делал. Это важно понимать. Ребята, у меня к вам есть вопрос. Напишите, пожалуйста, сейчас, отправьте, пожалуйста, цифру 6 все те, кто считает, что... у кого есть цель самореализоваться, самореализоваться в семье, в карьере и тому подобное. Прямо отправьте сейчас все шестерки. У кого есть такая цель? Много шестерок. Отлично. А теперь давайте посмотрим на пирамиду Маслов. Я думаю, все также знакомы с этой прекрасной теорией, с этой пирамидой. Вот. Посмотрите внимательно, проанализируйте все ступени. И давайте посмотрим, где вы действительно сейчас находитесь. Какая у вас искренняя цель? Чего вы действительно хотите сейчас добиться? Какую потребность вы хотите покрыть? Возможно, это совершенно не то, о чем вы писали там две минуты назад. Возможно, это не желание ваше реализоваться, а, возможно, у вас какие-то базовые потребности не покрыты. Отсутствие безопасности, отсутствие каких-то действительно важных для вас идеологических потребностей. Я вам дам буквально полминутки ознакомиться. Конечно же, хотелось бы еще проговорить о том, что люди, которые застряли в пирамиде, ой, в треугольнике Картена, это место, в котором нет действительно развития. Это место, в котором люди стоят. Это место, в котором нет места для удовольствия, для счастья, каких-то высших благ, высших ценностей. Вот. Ну, и, конечно, также хотелось соотнести, да, согласно теории Картена, роли треугольника соответствуют именно первым трем ступеням. То есть люди, которые себя максимально ощущают в треугольнике, они примерно находятся на первых трех ступенях. То есть все, что выше, да, какие-то социальные потребности, даже первые две ступени, все, что выше, оно уже, в принципе, входит в следующий треугольник, в котором мы с вами продолжим говорить дальше. Вот. Я думаю, у вас получилось ознакомиться. Может быть, даже кто-то для себя что-то выписал и проговорил. Вот. Лер, передаю тебе слово. Говорим дальше. Да. Нам для того, чтобы продолжать вообще говорить про треугольник, хочется ввести еще одно знакомое всем понятие. Это созависимость. Но чтобы не вкладывать в него какие-то иные определения, мы его сейчас как-то зафиксируем. Вообще, созависимость – это такая теория, да, это, в первую очередь, теория, которая пытается объяснить некоторый дисбаланс в отношениях, когда один человек позволяет другому вести себя саморазрушительно. Например, это зависимость, так как алкогольная, наркотическая, там, сексуальная зависимость, девиации, также плохое психическое здоровье, незрелость, безответственность, или же низкий уровень успеваемости, если мы говорим про отношения детско-родительские. И с этого момента мы хотим, чтобы наши прекрасные гости включали свой микрофон и высказывали свое мнение по тому, о чем мы будем говорить дальше. Сейчас мы с вами видим треугольник, снова. Наш прекрасный треугольник Герпмана. И, естественно, у каждой роли есть определенное влияние на другую роль. Вообще, как вы думаете, как взаимосвязаны между собой эти роли? Есть какие-то предположения? Они действуют на основе компенсации. Один компенсирует другому его потребность. Спасатель, благодаря жертве, реализует свою потребность приносить добро, как это же навязчивое добро. Тут оно вроде как ненавязчивое. А преследователь утоляет при помощи жертвы свою потребность в доминировании, вот эта деспотичность. А жертва при этом всем чувствует, наверное, свою значимость, популярность, обращает на нее внимание. Потому что обычно у жертвы это дефицит внимания, какого-то ресурса эмпатичного ей не хватает. И люди поэтому утоляют дефицит своих каких-то потребностей за счет этих ролей. Ну, я так думаю. Если упростить, то преследователь тиранит жертву, жертва тиранит спасателя, спасатель тебя защищая жертву, преследователь тиранит. Собственно, так и живут. Жертва не может тиранить спасателя. Ну, я образом... Я упрощен. Ну, в каком-то смысле, она тиранит спасателя. А как жертва может тиранить? Она изначально слабая. Ну, она ищет поддержку. Давайте будем говорить не тиранит, а ищет поддержку спасателя. Ну да, да, да. Манипулирует и так далее. Просто на практике же нет такого, что один человек всегда спасатель, жертва и так далее. Это же все меняется, все передвигаются. А ты сначала в одной ситуации спасатель, другого ты жертва, ну и так далее. Сережа, ты хотел еще что-то добавить? Да нет, просто прозвучало так, как будто все счастливы. Преследовать счастливы, преследовать жертва счастлива. Ну да, на самом деле это есть, все счастливы. Хоть люди это и отрицают, но так и есть, они все счастливы в этот момент. Ну, нет, они не счастливы, они просто не умеют жить иначе. У них есть вот такие некие, назовем это так, девиативные потребности, и они друг друга их закрывают. Но это не есть счастье. Они не свободны. Они не могут по-другому, поэтому как бы, ну... Типа, жертва не может и не хочет, например, встать в сильную позицию и такая, все, теперь я все решаю в своей жизни. Ну, то есть, как бы, они весьма осознанно выбирают такой путь, что, блин, я не я, у меня лапки, я ничего не могу. А вот это не так, это не убирается осознанно. Это не правда. Дима Калинин, что-то хотел обновить? Я хочу сказать, что я вижу в этом даже скорее некую бинарную систему, потому что жертву я вижу как объект, и две энергии просто, ну, как-то относительно уравновешиваясь, они друг друга находят. Ну, и это выглядит, типа, такой биологический закон, но только произошедший через отклонение, скорее, у преследователя, который, типа, не подавил себе насилие, как принято в современном обществе. И вроде бы это вполне разумно. Всегда есть объект, на котором что-то происходит, знаете, от физических до нравственных явлений. И вроде бы это тоже. И родовые сценарии. Да. Если углубляться туда, то да. У меня, Надя, возникает сразу противоречие. Смотри, ты либо никогда считаешь, что ты никогда ни в одной из ролей не оказываешься, либо ты считаешь, что ты оказываешься в одной из этих ролей осознанно. Это так? Первое или второе? Второе. Ну, женщины иногда. Осознанно? Ну, ладно, окей. Ну, ладно. Я не представляю, как можно оказаться осознанно. Осознанно в любой из этих ролей, если честно. Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», когда они из «Крестьянки», ну, из «Цветочницы», да, сделали «Светскую леди». Но пока они и «Светскую леди» делали. Сколько раз там ситуация с треугольником Карпмана? Как она сопротивлялась и противилась? Тоже классика. Трамвай «Желание». Опять же, Марлон Брандо, да, в главной роли. И, ну да, и женщины, которые... Марлен Дитрих, по-моему, там вот одна из последних ролей Марлен Дитрих и молодого Марлон Брандо. Тоже одна из киноклассиков, тоже пример «Преугольника Карпмана». Вот смотрите, мы говорим, да, о том, что у нас есть взаимосвязь между жертвой и спасателем. Я так понимаю, что... Ну, мы все понимаем, да, что есть взаимосвязь, ну, такая созависимость некоторая, да, между жертвой и преследователем. А вот как вы думаете, есть ли вообще созависимость между преследователем и спасателем? Ну, мне кажется, спасатель наступает к преследователям, да, преследователем, спасатель. Да, да, соглашусь. Тима спасатель такой, у него он живет, спасатель живет в какой-то своей картине мира, как оно должно быть правильно. И такой, ага, преследователь, ты встал на неверный путь, типа, давай, я сейчас тебя выправлю, и ты начнешь жить правильно, красиво, и не будешь быть, не будешь быть плохим. Да, действительно. То есть и преследователи часто, собственно, делают что-то вопреки как раз-таки спасателям, типа, из серии «ребенку запрещают ломать игрушки, именно поэтому он будет их ломать». Ну, то есть это вот, типа, примерно то же самое. Да, я согласна тут, и действительно многие пишут об этом, что именно так и проявляется созависимость в этих отношениях, можно сказать, да, между тремя этими прекрасными ролями. И, естественно, это вызывает определенные паттерны поведения, когда, допустим, жертва, да, как Ира приводила пример, что ей никто не помогает, ну, никто не спасает, никто не преследует, но при этом она все равно жертва. Действительно, это так. Хорошо. Давайте сейчас вообще посмотрим, как меняются эти роли. Они действительно меняются, и мы можем быть, вот, один человек может сразу быть с трех ролях. Анюта. Да, я предлагаю посмотреть на примере спасателя, да, ну, начнем, так сказать, отсюда. Как у нас мыслит спасатель, да, в моменте? Я просто пытаюсь вам помочь. Да, то есть у нас спасатели выступают вот эти спасательные шлюпки, которые я просто вам пытаюсь помочь. Потом, когда он понимает, что вот, не получается, да, допустим, но вы на меня напали, все, здесь нужно себя выставлять в жертву. То есть в моменте, да, то есть из спасателя, который я просто пытался вам помочь, мы перешли, а вы на меня напали, я здесь жертва, поэтому мне пришлось защищаться. И вот тут мы уже выступаем в качестве преследователя. Вообще, тут в одной фразе мы видим, как меняются роли, да, с одной на вторую, со второй на третью. А вы вообще замечали в своей жизни, как меняются роли? Возможно, кто-то замечал себя, да, в треугольнике, как вы в одних отношениях выступаете, там, в роли жертвы, в других отношениях, там, по работе вы выступаете преследователями и так подобное. Поделитесь вообще вашим мнением на этот счет. Если мы углубимся в родовые сценарии, которых Настя уже упомянула, то есть это, ну, типа, и спустимся вообще на уровень энергии, раз уж мы такую тему затронули, то так или иначе, типа, переключение между этими ролями срабатывает в тот момент, ну, то есть, по сути, это способы достижения чего-то, любая из этих ролей. И, типа, из серии человек встал в одну роль, попытался чего-то достичь, у него не вышло, он пытается такой, хоп, переобулся, пытается по-другому. То есть, как бы, это все, это цели, ну, типа, как бы, имеют цель достичь чего-то. И, на самом деле, переключение, как бы, между всеми этими ролями – это, ну, как бы, некоторая компенсаторика, когда ты просто тупо чего-то не можешь сделать. То есть, на самом деле, в идеальной позиции человек, типа, нейтрален, он ни в одной из этих ролей не находится. И вот если он из нейтрального состояния может достичь своей цели, то, как бы, у него все сросло, все сработало, все хорошо. А вот когда он в нейтрале не может этого сделать, то он начинает вот между этими ролями почивать. Я хотел сказать, что здесь кажется, что, ну, да, любой может оказаться в любой из этих ролей, ну, просто важно осознавать вот эти риски, особенно, если ты спасатель, как бы, то надо думать о том, как это может оказаться, ну, короче, иметь очень развитые софт-навыки. И тогда ты можешь, как бы, да, вот, как сказала Надя, оказаться в центре, как бы, не уходя в какую-то грань. Ну, это требует, типа, определенного развития навыков. Да, это точно прокачивается. Ну, типа, это повод за собой поработать, если ты замечаешь, особенно, за собой такие переключения. Ну, то есть вообще, в принципе, впадание в какую-то из этих ролей и переключение. Ну, и как бы, какого-то рода баланс именно требуется. Ну, вот я честно знаю, что я хорошо ощущаю свои, там, роли спасателей и преследователей, я стараюсь между ними как-то балансировать, потому что я знаю, что я тут, типа, пытаюсь спасти, но людьми это воспринимается как нападение. Я такая, сейчас я тут, типа, как-то настроюсь так, чтобы вас, как бы, типа, спасти, но при этом не задушить. Вот. Ну, то есть, а на самом деле, по сути, попытка, как бы, выйти в баланс. То есть только из нейтрального состояния ты реально что-то можешь сделать. Иначе ты, правда, будешь либо нападать, либо защищаться. Это слабо-эффективный процесс. А у меня есть живой пример. Очень редко, но иногда бездомный, которому ты хочешь подойти, дать деньги, воспринимает это негативно. Да. И со мной, и с женой что-то было такое. Да, и люди говорят, типа, как ты посмел просто сделать это. Ты, типа, из серии ты их унижаешь вообще, не нападаешь на них. И вот это всегда выбор. Знаете, вот мы сейчас говорим, мы подняли тему нейтральной позиции, да, о том, что действительно нужно следить за собой и отслеживать, не сидим ли мы в одной позиции постоянно слишком долго, да, то есть это нам для чего-то нужно. Но раз мы уже заговорили с вами о треугольнике, то вообще, на ваш взгляд, как его превратить во что-то другое? Если у вас какие-то идеи на этот раз. Нужно заняться своей жизнью и не лезть в чужую, пока не попросят. Ого, верно. Ну, даже этого, я бы сказала, недостаточно. То есть это в первую очередь всегда фокус, типа, подумай в первую очередь о себе. Точно ли ты все делаешь идеально, как бы перед тем, как суваться куда-то еще. А второй момент, даже если тебя попросили, ну, типа, и серии жертвы довольно часто. Вот, не знаю, тут вопрос, что назвать, типа, попросили. Типа, жертва часто приходит и начинает тебе плакать. И вот тут, если у тебя включается тенденция спасателя, то ты начинаешь такой, типа, сейчас я тебя спасу. Вот тут, как бы, ну, напрямую не попросили еще. Но у тебя что-то триггернулось. Блин, человек плачет, наверное, надо его спасти. А вот тут важно, на самом деле, сохранить нейтраль и как-то попытаться разобраться, почему ему выгодно сидеть и плакать. Ну, типа, ему это зачем-то надо. Это всегда так. Зачем-то ему это нужно. Дим, да, ты первый поднял трех уроков. Да, я хочу сказать, что надо всегда пытаться представить себя на месте того, с кем ты хочешь контактировать. И тогда будет, если ты можешь про это подумать, то тогда будет лучше, тебе бы хоть одно мнение получить, понравится тебе такое или нет. Если тебе кто-то поделать. Я читала книжку, значит, издательство «Миф». Она такая тоненькая, в ней страница 120, но стоила около 1000 рублей. Мне так заинтриговало что-то внутри, я ее купила. А называется она, по-моему, «Понять и услышать». Ну, какое-то такое название. И там ключевая мысль была в чем? Вот приходит к тебе кто-то плакаться, кто-то вот, ну, прям плакаться, поныть. И говорит, что, какая правильная самая позиция? Ну, дать человеку возможность выплеснуть, да, если вы не против, и сказать, ключевой вопрос. А как ты сам, какой ты сам видишь вариант решения проблемы? Какой ты видишь выход? Что ты думаешь об этом? И цель этого вопроса, чтобы человек разговорился, ушел от эмоций, перешел в мозг, и, говорит, как показала практика, там, исследования, житейские эти отзывы, а когда человек вот это проговаривает, он сам приходит к ответу, и в итоге еще может за это и поблагодарить. То есть такая позиция должна быть, что ты ему даешь возможность самому подумать, и максимум, что ты можешь, ну, там, поддержать, и сказать, да, ты молодец, это, наверное, самый лучший вариант. Ну, и может подсветить какой-то риск. Вот, заметь, что ты в этот момент находишься, типа, примерно в нейтральной позиции. Ты не пытаешься за человека что-то решить, типа, ты не сильно включаешься в его историю. Ты, как бы, находишься сбоку. Вы, на самом деле, мыслите в верном направлении. Коль, ты нас поднимал руку, хотел поделиться мыслями. Ну, на самом деле, я не до конца понимаю определение жертвого спасателя и агресса. Потому что, ну, на примерах, которые говорили, особенно тот, который говорил о нами. Ну, примеры приводили. И паттерн, когда взаимоотношения между двумя людьми, когда приходит жертва и начинает плакаться, просить, ну, на это можно смотреть, то есть, зрение, что, скорее всего, скорее, это он агрессор может быть восприниматься. То есть инструменты манипуляции бывают разные, и жалость, давление на то, что ты не должен, на обязательства, на чувства и так далее. И когда ты на эти вещи давишь, еще непонятно, кто из этих, при этих взаимоотношениях, кто здесь еще и агресс. Я хочу сказать, вот Дима предложил идею поставить человека на свое место или, например, встать на его место. Вот это вообще, на мой взгляд, неработающая тема, потому что все люди разные. Ну, типа, я знаю, что, как бы, типа, серии ко мне подход простой для меня. Типа, тебе сложно, ты ног по джоку и вперед. И я соберусь и пойду. Кого-то другого это разрушит просто в хлам. Ну, типа, я знаю, что со мной так можно, со мной это работает, но так работает далеко не со всеми. Типа, если я буду ставить, считать, что все люди, как я, блин, я поломаю триллион людей, потому что они гораздо более другие. И точно так же, как бы, кому-то поможет, если его, там, не знаю, приваскать по головке и сказать, давай, дружок, у тебя все получится. Я в этот момент превращусь просто в сопли и размажешься по столу, и все, никуда не пойду. Надя, а еще я первая. Я хотела добавить только к тому, что Настя с Надей обсуждали про нейтральную позицию, что дать человеку какой-то, да, толчок, чтобы он сам, по сути, принял решение, а ты как бы так не лез туда. Мне кажется, что здесь еще зависит от того, насколько человек может брать на себя ответственность, потому что некоторые люди хотят просто прийти к тебе, чтобы ты сказал, как ему сделать. И он сам не сможет сформулировать. Просто не сможет взять на себя ответственность за это решение. Сможет, если ты ему не дашь ничего. Ему некуда поддеваться. Реально, девчонки, потому что перенос ответственности гораздо важнее, чем просто сформулировать. Вот просто кому-то это отдать. Это очень важно для такого типа. Да, ребят, на самом деле вы мыслите все в правильном плече. Мы все говорим о том, что нам нужно двигаться куда-то положительную энергию, да, то есть когда мы можем спокойно не реагировать, да, а не вставать в какую-то определенную позицию. И на самом деле у этого тоже есть своя теория. А именно треугольник плюс один. Звучит необычно, да, мне кажется. Возможно, кто-то даже знаком с этой теорией, кто-то первый раз видит. Конечно, мы понимаем, что выходить из негатива нужно, из негативного состояния, да. И для этого есть треугольник плюс один. Если мы работаем в положительную сторону, у нас появляется больше времени, больше сил, становится легче дышать, интереснее жить. Ну и напряжение в коммуникации, скорее всего, тоже ослабнет. А что у нас здесь вообще происходит, да? Наша жертва превращается в героя. Внимательно посмотрите, да, вот эту самую схему. Теперь вместо какого-то сетования на судьбу, у человека сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, а наоборот азарт. То есть решая проблему, он не жалуется всем вокруг, а получается удовольствие, что он настоящий. Дальше у нас то, исследователь, трансформируется в рост. Действие героя, он его улучшили. Ну и, конечно же, наш спасатель становится мотиватором. Он в хорошем смысле провоцирует героя на подвиги. Он описывает блестящие перспективы, которые он видит. Он ищет возможности применения сил героя и подталкивает его на свершение. Это более такая здоровая, счастливая модель взаимоотношений между людьми. Вот, посмотрев на нее, да, послушав про то, как могут измениться роли из треугольника Картона, вы замечаете что-то? Возможно, что кто-то из вас находится сейчас в этом треугольнике. Есть ли такое? В треугольнике Картмана изначально, да? Нет. Нет, в треугольнике плюс один. Мне кажется, все менеджеры по-своему мотиваторы и философы. А где-то герои. Нет, это же, да блин, все те же самые яйца, это как профиль, по-моему. Как бы... Да, мне кажется, только коннотация сменилась, а суть осталась прежней. Но это, на самом деле, эта коннотация намного более экологичная. Это просто позитивное мышление. Да, и, наверное, я сторонник лично такого подхода, потому что какая разница, что будет сделано, плохое, хорошее. Если ты побудил это сделать, то это некий результат, это какая-то нормальная положительная картина, что ты, например, мотиватор. И там не жертва, а некая точка для роста. И ты добиваешься этого роста, и вроде бы хорошо. И какая разница. Но это если отринуть какую-то мораль, нравственность, а у нее не всегда она хороша. Может быть. Да, действительно. Я бы сказала, что... Мне кажется, цель вообще нашего сегодня мероприятия понять, что в том или ином треугольнике находимся все мы. Нет такого, что вот ты хороший, ты в здоровой семье вырос, или у тебя какие-то здоровые крепкие связи, что ты не будешь находиться там в треугольнике, будешь только лучшим и замечательным. Такого нет. Нет ни одного человека. И более того, да, с детства мы уже в каком-то треугольнике. Уже ребенок, да, который там три года начинает разговаривать, он уже как-то проявляет себя по отношению к другим и в каких-то отношениях с людьми он находится. Вот. А просто это некоторого действительно рода взгляд по-другому на этот же треугольник. И раз мы понимаем, что мы все треугольники, то просто мы хотим жить лучше в жизни, да, более экологично поступать по отношению к людям и по отношению к себе. И поэтому и появился треугольник плюс один. Просто смотрим выше. Вот. А знаете, тогда вопрос к вам еще. А как вы думаете, какие вообще сложности могут встречаться на пути перехода, да? То есть треугольник минус один, треугольник как артнер, треугольник плюс один. Победить старые паттерны поведения. Вот эти внутренние границы и барьеры. Это, наверное, всегда самое сложное. Победить себя, да. Мне кажется, самое сложное, на самом деле, осознать, мне кажется, что вообще нужно прорабатывать все это дело. Потому что потом уже будет полегче. Ну, то есть потом будут уже какие-то инструменты доступные. Можно там, не знаю, погуглить, поговорить с кем-то, проработать это. А вот пока ты не понимаешь, что ты в этом треугольнике заточен, ты просто не сможешь что-то сделать. Я не согласна. Вот человек есть, который ноет, ноет. Он же знает, что он ноет, что у него все плохо. Значит, все, он понимает, все плохо. А как ты выйдешь из этого, если все плохо? Надо найти смелость, победить героя включить. Он для начала должен увидеть, что ему надо зачем-то, чтобы ему было плохо. Без этого он не откажется. С другой стороны, может, да, такие нытики постоянные. То есть он просто всегда ноет, и ему правда честно кажется, что у него все плохо. До тех пор, пока ты ему не покажешь обратную сторону медали, он правда будет думать, что ему все плохо. Потом ты ему показываешь другую сторону медали, что, чувак, а чтобы было неплохо, тебе надо все самому решать. И он такой, ой-ой-ой, не, пусть лучше меня палкой бьют, зато я ничего не решаю. Он тут в этом месте, он начинает понимать, что ага, так вот, почему меня бьют палкой. Это ж я сам выбрал-то, оказывается, потому что не хочу ничего решать. Вот в этом месте, типа, происходит осознание человека, и вот тут у него появляется шанс выйти, типа, в плюс один. Когда он поймет, в какой роли он находится, где он и зачем он там. Согласен. А, Коль, ты хотел что-то добавить? Ну, эти роли, наверное, больше звучит, что треугольник негативный, треугольник позитивного отличается только тем, что, когда возникают отношения, неважно, там, из этого спасательные. Герой-мотиватор, это просто, если участники, позитивно идут на отношения друг с другом, ну, это и будет позитивная ситуация. А если один избегает этих отношений, другой их навязывает, вот вам и не полюбить, не носить. То есть спасатель, это, я так насколько понимаю, это навязчивая ситуация, когда он спасает того, кто не хочет спасать. Жертва, это, которая навязывается тоже агрессивно тем, кому она нафиг не нужна в этот момент. Или я что-то не так понимаю. Ну, не всегда, кстати, нет, не всегда жертва, типа, нафиг никому не нужна, а спасатель навязывает. Блин, очень... Хорошо, давай по-другому. Если у нас два участника, если у нас два участника с удовольствием идут друг к другу, спасатель и жертва, либо что-таки герой и мотиватор, ну, они с удовольствием идут на контакт, встречаются, взаимоотношения эти происходят, чем отличаются, кроме как названия этих взаимоотношений? Фокус взгляда скорее. Типа у жертвы-спасателя фокус взгляда в проблематику. И ты прав, очень многие отношения строятся именно на этой паре, типа из серии «Женщина слабая», а мужик такой, герой, всегда ее спасает. Это очень распространенная модель отношений. Она нормальная, она устраивает обе стороны, типа, все в этих отношениях счастливы. Но здесь есть некоторое такое, типа, сидеть в проблематике. Типа жертва будет постоянно находить какую-то новую проблему, а спасатель будет постоянно эту проблему решать. Герой-мотиватор немножко, как бы практически то же самое, но типа взгляд скорее не в проблему, а в то, что «О, я, типа, придумала что-то, типа, цель». Есть проблема, а есть цель. И там и там, типа, нужно решить, там, либо достичь, только цель – это, типа, более в проположительную сторону. Да, согласна с Надей в этом концепте. Ребята, давайте немножко двинемся дальше. Во-первых, хочется обсудить вообще, зачем нам переходить в следующий треугольник. Ну, во-первых, хотелось бы поговорить, конечно, про негативную сторону треугольника минус один, или треугольника карты. У нас очень мало сил, мы постоянно находимся в режиме выживания, в режиме защиты и борьбы, да, то есть еще очень сложно выходить из этого треугольника, потому что мы по инерции хотим туда-обратно, мы хотим вернуться, нас просто затягивает. Мы, во-первых, к этому привыкли, во-вторых, у нас есть наша прекрасная, конечно, круг близких и друзей, которые привыкли к нам, мы с ними в каких-то созависимых отношениях, мы в каких-то ролях уже распределены и на работе, и в семье, и с друзьями. И это, конечно же, также оттягивает нас назад, да, то есть если, тем более, они были какого-то рода деструктивными. Вот, так что выход – это всегда челлендж. Вырасти, разобраться со своими сложностями – это всегда большой-большой челлендж. Ну и, конечно же, что мы можем получить? Мы можем получить возвращение своей энергии. Кстати, очень важным, мне кажется, моментом будет проговорить то, что жертва не дает энергии. То есть если спасатель или преследователь какую-то энергию дают, то на жертве все замыкается. Жертва не возвращает эту энергию. У нее нет ничего, она в моменте. Вот, поэтому в этом плане мы получаем ее обратно, в позитивном случае. Вот. Мы сможем в этом треугольнике уже осознавать то, что мы хотим. Ставить свои цели. Жить для себя, а не для других. Как спасатель, как преследователь, да, живет у нас. Все для других. Меньше страданий, больше силы. Ну и, конечно же, найти свое какое-то счастье. Вот. Ну и, конечно же, я предлагаю двигаться дальше. На этом у нас ничего не заканчивается. А тогда мы продолжаем. Дэр? Да. У нас есть еще один треугольник. Он на уровень выше. Опять же, да. Мы не выходим из треугольников. Мы в них остаемся. Они просто трансформируются. И есть такой треугольник плюс два. Здесь уже люди — это такие взрослые, зрелые. Да, зрелые, взрослые, как мы любят говорить, типологи. Им свойственно уже удовлетворение, удовольствие, счастье, какое-то творение, созидание. Они хотят творить, сделать мир лучше. И наши роли трансформируются следующим образом. Герой становится уже победителем. Он совершает какие-то подвиги не ради похвал, каких-то наград, а ради творческого понимания, ради творческого применения энергии своей. Ему уже не нужны какие-то лавры. Он наслаждается самим процессом, процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире. Философ уже превращается в созерцателя. Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Как мы говорим, поймал дзен, духовный рост — это всё к созерцателю. Он осознаёт новые возможности и рождает какие-то идеи. Мотиватор же трансформируется в стратега. То есть здесь человек уже точно знает, как реализовать эти идеи, которые предлагает созерцатель, а победитель уже их реализует. Вообще, что вы думаете об этом треугольнике? Какие у вас мысли появились, учитывая то, что мы проговорили про треугольник Карпена, треугольник плюс один. Что думаете про треугольник плюс два? Ну, это про аккаунтеров уже. Мне кажется, это про людей в целом с опытом, не знаю, более взрослых, что ли, потому что с накоплением опыта появляется возможность как раз выйти на что-то новое и уйти от самой простейшей первой пирамиды. Вот мне кажется, это все какой-то про ранговый рост. Типа, ну, то есть развитие. Ты сначала начинаешь с проблем, потом ты переходишь к целям, а потом твои цели становятся более глобальными, скажем так. То есть, типа, примерно все то же самое, но в другом масштабе. Ира, ты что-то хотела добавить? Да. На самом деле, да, я поддержу, но у меня такая мысль пришла в голову, что треугольники развиваются вместе с нами. То есть, когда мы дети, ну, естественно, мы в самом примитивном живем, треугольнике Карпена. Дальше, чем старше мы становимся, мы, например, закрываем какие-то свои базовые потребности, переходим на другой уровень и так далее. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь из нас достигнет последнего треугольника. Есть еще какие-то мысли? У меня, знаешь, какой, Лера, вопрос созрел? А вот окружение вот этих людей, ну, это как роли, Лер? Вот, или это не роль, или это как паттерн поведения? Вот окружение. На самом деле, можно рассматривать по-разному. Ну, на мой взгляд, да, это будут все-таки какие-то роли, потому что мы в любом случае будем играть, да, либо там стратега, либо созерцателя, либо победителя, и рядом с нами будут находиться люди, которые нас, вот если ты победитель, да, будут находиться какие-то стратеги, которые могут тебе подсказать в нужный именно момент, когда ты их попросишь, да, когда вы будете там штормить какое-то решение, они будут подсказывать, да, они будут помогать строить этот путь, да, по которому ты как победитель сможешь сделать что-то лучше, да, чего-то достичь, чего-то добиться, потому что они так же добиваются с тобой, они так же потом оказываются в роли победителя, то есть это же все меняется. И тот же созерцатель, который просто наблюдает и говорит о каких-то более высших, да, сказать, целях, он тоже может стать в какой-то момент стратегом. То есть все мы, кто, ну, допустим, когда ты находишься в этом треугольнике, именно в треугольнике плюс два, ты будешь рядом замечать этих людей, которые будут в этих ролях. То есть ты будешь это понимать сначала как паттерны поведения, ты будешь думать, что ну вот, он мне подсказал, он, наверное, ну вот такой, да, он классный парень, который может направить меня, да, помочь мне, или там помочь нам вместе достигнуть чего-то, или там созерцатель может подкинуть какую-то, ой, а давайте сделаем что-то масштабное. И для тебя изначально это будет как паттерны в любом случае. И когда ты уже будешь долго находиться в этих ролях, ты начнешь вести себя тоже другим образом. То есть у тебя начнутся эти паттерны поведения, которые ты сначала замечаешь в других, а потом замечаешь их в себе. Мы же сначала всегда смотрим на других, ну, всегда. И ты редко сначала обращаешься к себе, да, а как веду я себя в этой роли, да, как я веду себя здесь. То есть ты сначала смотришь на то, как люди ведут себя в тех или иных ролях. Почему мы хорошо видим, когда, возвращаясь к другому карпану, мы видим, да, жертву хорошо, потому что это другой человек. Но если мы окажемся в этой роли, мы можем не сразу отследить это. Да, и здесь то же самое. То есть это как больше такая зависимость, взаимосвязь такая между паттерном и ролью. Лера, а помнишь, такая фраза есть, типа «мы» — это там пять человек нашего ближайшего окружения. Как-то она так звучит, там, или «мы» — отражение пяти самых близких человек из нашего окружения. Когда получается, если мы себя окружаем, мы находимся, да, вот в этом обществе победителей, стратегов, частично универсателей, то мы сами становимся с ними на один уровень, да? Естественно, конечно. Наше окружение достаточно сильно влияет. Как мы когда смотрели, ну, ранее, где Анечка говорила про то, что… про челленджи, да, и один из главных челленджей перехода из треугольника в минус один плюс один — это изменение окружения. Близкие никогда тебя не поддержат, если им выгодно, что ты находишься в позиции жертвы, например, или в позиции спасателя. Ну, ты правда меняешь окружение после того, как ты переходишь в треугольник, в следующий треугольник и потом еще выше. Всегда оно меняется. Либо ты сам его изменяешь, потому что у тебя есть цель его изменить. Это тоже очень важно понимать, да, понять эту цель, найти ее и идти к ней. Тяжело, сложно, больно, но иногда нужно. То есть ты просто осознаешь, что тебе это необходимо, и ты будешь все это менять самостоятельно. Хорошо. Давайте я добавлю немножко. Про изменение окружения — это так, и во многом оно на самом деле поменяется. Но есть еще такая штука, что с кем-то из старого окружения у тебя могут поменяться отношения. То есть, ну, типа, как бы это не 100% замена окружения, какие-то связи 100% порвутся, какие-то связи могут остаться, но, типа, как раз они выйдут вместе с тобой на следующий треугольник. Да. Если, как бы, те люди также готовы вместе с тобой тебя перейти на следующий уровень. Нет, они не всегда готовы, но, например, опять же, родительско-детские отношения, когда ты выходишь из минус один треугольника в плюс один, то иногда родители не принимают, да, что ты там изменился, что ты теперь, например, не спасатель или не жертва, они остаются преследователями, например, да, и тебе приходится на какое-то время разорвать с ними связь. Но когда даже взрослый человек начинает, ну, со временем, да, мы знаем, что у нас есть кризисы возраста, мы все пересматриваем в тот или иной отрезок жизни, да, свой путь, вообще свою, так сказать, миссию, да, и твое окружение делает все то же самое. И в какой-то момент оно может через время, это не всегда сразу происходит, это может быть годами, да, когда, например, дети с родителями не общаются, и через там 10 лет они снова начинают возобновлять отношения уже на другом уровне, потому что ты изменился, и они тоже меняются. То есть они уже готовы к тому, что ты, например, стал героем, да, или мотиватором, и они готовы изменять себя. То есть, ну, это тоже время. То есть мы все прекрасно понимаем, что всему нужно время. Давайте пойдем дальше. У нас осталось совсем немножко времени, и вот у нас еще раз мы посмотрим на этот прекрасный треугольник. А что, если я вам скажу, что треугольник трансформируется дальше? Ну, да, он трансформируется, но трансформируется он уже не в треугольник, а в круг, это такой круг мудреца. Здесь уже присутствует состояние блаженного покоя. Да, сразу хочется вспомнить про вот этих буддистов, которые умиротворенно сидят и медитируют, которые познали уже весь этот мир, преисполнились, им все ясно и понятно. Вот это наша последняя такая ступень сегодня на нашем прекрасном круглом столе. И что вообще, как, что вы думаете, какие у вас мысли вызывает именно вот этот круг, который является последней ступенькой. Кстати, он очень близок к последней ступени пирамиды Масло, когда вот это все, самореализация, самоактуализация, это все у нас выходит на передний план, когда все наши потребности становятся исполненным, когда мы уже действительно познали все, что думаете. Колесо танцары, короче. Мы вышли на последней ступени к колесу танцары. Я вижу, что для достижения его просто надо много трудиться, и если ты смог развиться с ранних стадий и преодолеть себе что-то, то ты дойдешь до него, да. Еще, может быть, какие-то мысли. Ну все, у тебя нет острых углов, ты совершенно гармоничная личность. Мы настроились на круг, у нас все хорошо. Словили этот дзен, да? Да. А теперь давайте вернемся вот в мясо самое, в карту, например, угольник. А тут уже все счастливые такие, все летают там, созерцают. Ну вот. На самом деле, подожди, Серега, пока круг, последний вопрос. Мне кажется, что такие люди, ну либо они очень далеки от меня, но когда я вижу, я в Таиланде нахожусь, да, я вижу много, ну не много, но некоторых таких людей. И я всегда думаю, ну то есть в каком состоянии их разум сейчас находится физически. Мне кажется, либо тут должны быть какие-то ментальные, ну, наверное, проблемы даже, чтобы вот настолько быть блаженным. Либо это вещества. Ну то есть я не понимаю, как к этому состоянию прийти в нормальном, адекватном состоянии, когда вот ты именно так себя чувствуешь, позиционируешь, доносишь в саму миру. Это, ну это знаете, как типа гениальность, она же тоже граничит с безумием иногда, вот что-то из этой оперы. Как вы думаете, можно ли действительно достичь такого уровня, не переходя какие-то грани? Ну или оставаясь в, не знаю, синхронизации с большинством тех людей, которые с тобой коммуницируют при этом? Вспомним, кого мы знаем из великих, кто у нас в таком круге. Вот Будда, да, тибетские монахи, ну как бы, да, однозначно там баланс силы, воли, духа. Но они же были совершенно не в социуме, у них свое отрешенное как раз таки от мира, существования. Это можно, наверное, отнести к тому, про что Стас говорит, они вообще типа к себе или как. Ну то есть они как бы уже типа не сильно с людьми. Надь, я думаю, я думаю, тут, знаешь, вопрос в том, что нам сложно ассоциировать себя с людьми, у которых такое мышление. Во-первых, почему? Потому что у нас скорее в голове, да, вот как Стас сказал, что этот человек может добиться только какими-то веществами, или просто психическими какими-то склонностями. Но тогда, знаете, у меня в связи с этим к вам есть вопрос. Это такой, на самом деле, очень интересный и очень такой тревожащий вопрос, я думаю, многих, у всех там, возможно, у многих из вас есть дети, это я знаю, вот. И вы, к вам тогда такой вопрос. Вот вы считаете, можно родиться победителем у вас? То есть это вот на треугольнике плюс два. Можно родиться победителем? Да. Ну, я знаю таких детей, которые изначально родились в такой позиции, типа из серии «Весь мир для меня, мне все доступно». Они не видят проблем, они не видят особо, ну, то есть у них нету как таковых целей, они просто берут и делают. И, ну, как бы, это другой совершенно уровень мышления. Мне кажется, это все-таки в окружении дело. То есть насколько агрессивна внешняя среда? Это сильно, это очень сильно зависит от родителей. Да, то есть дети вряд ли появляются в семье бомжей, такие дети появляются у подготовленных, проработанных, ну и как следствие обеспеченных родителей. Да, дополню, здесь может быть даже не просто имущественное достаток в семье, а интеллектуальные. И те, и те грани позволяют сделать ребенка более конкурентным в обществе. Соответственно, он будет чаще победителем. А может быть, у кого-то есть другое мнение? Или вы все единогласны с тем, что ребенок может родиться победителем? Не, ну, знаешь, родиться победителем... Стас, прости. Ну да, мне кажется, я высказал как раз... Окей. Мне кажется, я высказал как раз ту точку зрения, что не ребенок, родившийся победителем, определяет этот статус и вообще возможность в такой статус прийти, а как раз-таки его окружение. Но особенно, если мы говорим о детях. То есть дети могут быть склонными, у них могут быть психотипы определенные, да, например. Там, не знаю, экстраверт, интроверт самое простое. Ну и то, интроверты тоже могут быть победителями вообще легко. Но все-таки очень много влияет, очень-очень большую очень большое влияние оказывает как раз-таки та атмосфера, в которой он пребывает, то окружение, которое реагирует или не реагирует на его успехи или наоборот неудачи. Как это окружение на это реагирует? Определенно можно, опять-таки, быть держателем определенного психотипа. Ну, наверное, вы знаете, что более агрессивные, прорывные люди, они могут добиться успехов на определенных поприщах, и они могут себя идентифицировать с победителями тем самым. Но для других людей они такими не являются, потому что, ну, можно сказать, что извини, но ты слишком агрессивно все это забрал, и по-хорошему надо было делать все по-другому. Типа вот такое. Ну, в общем, тут еще зависит от уровня и восприятия вообще социума, каких-то конкретных парадигм, то есть насколько мы толерантны, насколько мы нетолерантны. Там, родились мы, действительно в Европе или там где-нибудь в Африке, это очень разные тоже окружения и карьерные пути и победы или поражения. Короче, тут такое, да, человек может быть носителем каких-то черт и психосоматических особенностей, которые в определенных ситуациях сделают его победителем, но также ровно в такие же, ну, ровно такой же набор всех вот этих благ может быть в другой окружающей среде не быть таким успешным. В общем, это все очень сложно. У вас все вопросы очень сложные, на самом деле, если их разбирать. по-другому и не бывает у нас. Да, Сережа, ты он и мавич, что ли? А вот я хотел еще к процессу перехода из самого дна на плюс один. Вот, может, я прослушал, но вот есть жертва, которая внезапно осознала, что хочет быть счастливой, но вот есть вот этот, ну, там, атакующий, атакующий и помогающий, а они-то не хотят еще, то есть они не созрели, и они продолжают в своем стиле, как бы вот, и что делать-то? Как выходить-то выше-то ему? Ну, у него не получится просто, потому что к нему эти нападки-то будут продолжаться, как бы, в его сторону, правильно? Ну да, они находятся все в созидимительных отношениях, они дополняют друг друга, и это в тот момент отвечает этим по первостям. Да, Ир? Да, я хотела добавить, что мне кажется, что в той ситуации, которую Сережа описал, что это просто единственный вариант, это выйти из этого. Если ты хочешь уже и понял этого, а твои вокруг люди с другими ролями нет, то это единственный шанс просто найти себе другое окружение. Да, что так? Ну, это самый простой, самый понятный способ. Немножко возвращаясь назад в плане вопроса родиться победителем, на самом деле, научное сообщество пришло к тому, что нельзя. Даже если человек в семье победителей родился, он все равно должен будет пройти свой путь, путь героя. И попытка сразу прыгнуть, так сказать, на трон, это будет все равно, что трехлетнего ребенка он проснулся в 20-летнем теле. Вот. Слишком многому надо научиться, и разрыв слишком огромный. Вот. Но опять же, если ребенок родился в семье победителей, то у ребенков намного больше шансов стать победителем, потому что родители не станут его подавлять, не будут подавлять его энергию или инициативу. у них хватит ресурсов как интеллектуальных, так и физических, вот как раз то, о чем говорил Стас, давать ему задачи, которые быстро поднимут его на более высокий уровень. Ну и также они, дети, да, такие, они очень любят свободу, поэтому готовы предоставлять ее другим. Вот. На этом все. Я думаю, можно еще какие-то, если есть вопросы общего характера, мы готовы еще ответить или же поделиться своими вообще эмоциями по нашему мероприятию. Вот. Как вам было интересно? Это было очень интересно, как будто мы в какой-то передаче. Очень понравилось, да. Ну и услышать столько разных мнений. Вот видели, такое мемное видео старое, где там такой мужик сидел и говорил, ломай меня полностью, ломай. Это он жертвой хотел стать, да? Какая у него мотивация? Нет, был такой мем, да. Девочки, спасибо большое. Тема с круглым столом очень прикольная. Это добавляет интерактива и вовлеченности. Мне кажется, что нам надо продолжать такое делать. Я все ждала, когда у нас треугольный карп превратится наконец в табуретку. Все же знают, что самый устойчивый табурет на трех ножках. Вот у нас было три ножки и в конце появился даже кружочек. мы забрали табуретку. Ребята, спасибо вам, что, во-первых, согласились поучаствовать в круглом столе. Это такая была неоднозначная инициатива и с нашей стороны. Так что мы рады, во-первых, что все ребята пришли, послушали, активно участвовали, писали свои комментарии, ставили прекрасные реакции. Ну и, конечно же, нашим замечательным членам круглого стола это Ира, это Дима, это Стас, Настя и Надя. Вот. Так что спасибо вам. Спасибо, что пришли. Было очень интересно. Вот. Я думаю, формат интересный. Будем продолжать. Будем выбирать интересные темы и обсуждать их с вами в будущем. Вот. Ну и, конечно же, я хотел сказать, что наши митапы уходят на некоторый отпуск. Вот. Поэтому в ближайшее время их не будет, но при этом при всем мы обязательно скоро вернемся с более свежим материалом, с более интересными темами и интересными гостями. Вот. Все. Всем спасибо и всем замечательно. Пока-пока. Спасибо. Ну, пока-пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok